Всем привет, ребята! Акулята на связи Викулёнок и это второе видео за сегодня. Потому что пока я монтировала первое видео для вас, меня осенило. Ребята, кажется, я знаю, кто будет в боксах, которые появятся в этот четверг. И об этом я хотела с вами сегодня поговорить. Ну, конечно же, после коротенькой рекламы. Не переключаемся. Давно мечтаешь о крутых питомцах в адоптме, но не знаешь, где их купить так, чтобы тебя не обманули? Тогда поскорее заходи на лучший маркетплейс по роблоксу starpets.gg Starpets – это место, где ты можешь абсолютно безопасно продать или купить новых питомцев. Больше никаких встреч с игроками. Сделки проходят через ботов. А также у них на сайте появился крутой обменник. Меняй несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное – быстро и безопасно. Все ссылки на лучший маркетплейс по роблоксу я оставлю в закрепленном комментарии. Заходи и исполняй свою мечту. Если вы видели прошлое видео, то вы знаете, что добавят вот такие вот клевые боксики. Здорово, правда? Ну, ребят, давайте внимательно еще раз посмотрим на бокс. Кого он вам напоминает? Мне он напоминает либо Микки Мауса, ну, то есть я предполагаю, что это обезьянка, либо какой-то очень клевенький медвежонок. Просто везде в интернете есть информация о том, что, но она не подтвержденная, это во-первых, о том, что там будут зайцы. Но мы всегда с вами знаем, что боксы примерно выглядят, как и питомцы, поэтому я осмелюсь предположить, что там не будут зайцы. Также, ребятушки, разработчики любят нам давать всякие намеки. И в видео с новым японским, китайским этим инвентарем, там, смотрите, сидит девочка, а рядом с ней питомчик черный. Я сначала думала, что это собака, и вроде бы такой пэт у нас был в Адопт.Ми, но потом я начала присматриваться, что он действительно похож на зайца. Либо я себя так нафантазировала, и мне из обычного пэта кажется, что это реально заяц, либо, ребят, нам показывают нового пэта. Но меня немножко настораживает то, что он не похож на бокс. То есть, я так понимаю, у нас будет несколько питомцев, каких-то мы сможем выбить с вами из боксов, и какие-то пэты будут за робуксы, как и в любом обновлении Адопт.Ми. Давайте еще раз посмотрим. И уши этого зайца, они вроде бы и кругловатые, но не такие, как в боксе. Значит, ребят, это не все сюрпризы, которыми разработчики с нами поделились. Помните, как в недавнем обновлении с лошадками? Последние боксы, которые мы покупали, это были лошадки. И даже сам бокс скакал, как лошадка, и был похож на лошадь. И выбивали мы оттуда, естественно, лошадь. Так и здесь сундучок похож на какого-то Микки Мауса или какого-то Мишку, ребят. Но и вот этот пэт у девочки тоже мое внимание приковывает. А вы как думаете? Нам действительно добавят зайцев, о которых все говорят, либо это будут какие-то новые пэты. Потому что обычно разработчики Адопт.Ми интригу держат до конца. Поэтому я осмелилась предположить, что все-таки пэты будут загадочные. А вы как думаете? Напишите об этом в комментариях, и мы обязательно поговорим с вами на эту тему. Но если я узнаю что-то новенькое, я обязательно с вами свяжусь. И сниму на эту тему ролик. Рада была быть с вами, еще увидимся, всем пока-пока!